Друзья, всем привет! С вами Леся и у нас сегодня будет видео расхламление декоративной косметики. Также в конце я покажу пару продуктов уходовой косметики. Тоже хочу расхламить. По каким причинам, тоже вам расскажу. Давайте начнем с декоративки. Здесь, конечно, в основном очень много продуктов для губ. Ну, не только. В последнее время я активно покупала косметику. Ну, как для меня активно. Я знаю некоторые там вообще... По сравнению со мной это не сравнится, да? Что-то пробовала, что-то открывала для себя, что-то мне нравилось, что-то я оставляла и что-то мне не подходило. Что-то просто неплохо, даже, возможно, хорошо, но я понимаю, что в сравнении с другими продуктами это проигрывает. Повторюсь, я не коллекционер. Мне не надо 50 палеток теней, которые будут у меня сохнуть. Я буду встречать каждую палетку раз в два года. Мне не нужно 20 помад, которые потом девочке показывают в своей коллекции. Помад достают они все в плесень, они их обтирают и снова ими мажутся. Нет, мне это все не надо. Я не хочу коллекции, не хочу захламления. Я хочу оборот косметики, я хочу пользоваться косметикой, хочу покупать то, что мне прям нравится, пользоваться то, что приводит меня в восторг. А то, что я понимаю, что оно не работает, не приносит удовольствия, но оно захламляет пространство, оно создает визуальный какой-то шум, оно создает, знаете, вид, что у меня много всего есть разнообразия. А ты подходишь, тыкаешься и не то, не то, не то, не то и зачем. Это просто мешается, это раздражает, особенно когда ты спешишь, болеешь и так далее. И я прям, честно говоря, я до сих пор болею, но меня так вдохновила эта болезнь. Убрать всю квартиру, вымыть, расчистить, знаете, дышать новым воздухом. Я не знаю, обычно люди, когда болеют, они тупо валяются, да, но у меня тоже так было несколько дней, но когда мне начало становиться полегче, я такая, жизнь на жизни, я хочу жить, я хочу двигаться, я хочу, ну, я не хочу просто сидеть и в захламленном пространстве, в грязном пространстве, нет, я, знаете, глобальная стирка, глобальное расхламление, чистка, уборка квартиры, и так все свежо, пусто, короче. Но это я. Честно хочу сказать, я не хочу просто выкидывать косметику просто так, нет, я бы вообще в идеале хотела купить продукт, и такая, вау, он суперкрутой. И знаете, вот мне муж привез две помады жидкие от NYX, и я такая, блин, я вот не пробовала помады от NYX, почему такие помады не пробовала от NYX, когда они у нас были доступны? Ну, да. Иногда ты пробуешь какие-то продукты от бренда, они тебе не заходят, не заходят, ты их просто тупо расхламляешь и с другими продуктами не ознакомишься, а зря, потому что, ну, всякое может быть. Это к тому, что у меня сегодня будет много расхламления эссенс, друзья мои. Ладно, давайте по порядку начнем с того, что я хочу наконец-то все, мои силы терпения иссякли, хочу выпросить пудру и в Роше. Это была повторная покупка, последняя покупка, это рассыпчатая пудра, здесь 15 грамм, она универсальная. У меня была с бежевой крышечкой, и я покупала с розовой. Здесь вот такие вот остатки остались, здесь был такой стоппер, здесь была пуховка, которую я вытащил, но она классная, ее не видно на лице, она хорошо закрепляет макияж, она классно работает, все к ней претензий нет, то есть это хорошая такая прям пудра. Но она такая, зараза, летучая, и я вот об этом забыла, когда ее купила второй раз, и все время забываю вам рассказать в отзыве. Просто она так летает, она забивается вам в дыхательные пути, она везде, она на руках, на нижнем белье, если вы делаете там макияж, знаете, там в бюстгалтере, да, перед тем, как накинуть кофту, там завершаете какой-то макияж. Макияж, она везде, и я вот последний раз делала макияж, и вчера я просто закашлялась, потому что мне и так кашляет, оно мне попало, это ужас, я думала, у меня там слезы весь макияж размоют, поэтому я от нее избавляюсь, от этих остатков, но тут всего-то ничего осталось, и больше покупать не буду. По всем параметрам она хороша, но она летучая, она прям вообще везде попадает, на вещи, на... Ну, даже если вы аккуратно будете наносить, это не вариант. И я вообще люблю рассыпчатые пудры, это моя тема, но я попробую сейчас, у меня есть две пудры, которые спрессованы, возможно, я перейду снова на спрессованные, потому что я не хочу вот такой летучести. И еще есть у меня одна рассыпчатая. Вот я их поиспользую, я сравню, и потом сделаю выводы, и к чему-то приду. Но и в Роше я точно покупать не буду, и вам не советую, потому что, ну, особенно если вы в офисе, в каком-то дресс-коде, эта вся пудра, она вам замажет все какие-то вещи темные, вы будете это все отдирать от себя, ну, вам не надо, поверьте. Но макияж хороших не виден, не виден, и, ну, в общем, по качеству хорошая, но вот эта летучесть, она все портит, все засирает, короче, все из пудр. Из хайлайтеров решила все-таки избавиться от хайлайтера Revolution Diamond Glove, не помню, какой оттенок. Это хороший хайлайтер, и я ничего не могу сказать. Он классный, он сияющий, он может, ну и быть, закончен вообще запросто. Здесь вроде бежевый потон, на самом деле этого бежевого потона не видно, она как бы такая, ну, такой светленький, сияющий хайлайтер, но все-таки в сравнении с моими другими хайлайтерами, с серебристым, да, с реально розовым хайлайтером, с каким-то фиолетовым хайлайтером, конечно, он проигрывает, потому что я предпочитаю другие оттенки, я подумала, ну, я могу его добить в течение месяца, но смысл его добивать, если меня ждут реально интересные хайлайтеры, которые я хочу поюзать, которые хочу использовать, которые мне больше подходят по оттенкам, что это за приношение в жертву себя, ну, просто чтобы использовать продукты, ну, для чего, для каких целей, для что это вообще происходит, вообще, объясните мне, люди, для чего вы это делаете, я понимаю, жалко денег, я понимаю, когда там у вас один хайлайтер или одна помада, вы не можете себе там что-то купить, другое, но когда есть разнообразие, и, в принципе, оно уже есть, его не нужно покупать, я считаю, что все-таки тот, кто в минусе, должен уйти. Так что я просто издавляюсь, хайлайтер хороший, просто немножко не мой цвет. Далее, тени. Я поняла, что вот эта вот игра в дуохромы, типа Бернович, типа какие-то вот эти дуохромчики от Худа Бьюти остались для меня позади. Было время, когда я ими увлекалась, много попробовала, много все открыла, но для меня это уже как-то в прошлом. Мне вообще кажется, что это как-то не особо сейчас даже как-то уж, я боюсь сказать слово, не актуально, потому что все-таки я не макияжный блогер, я не смотрю макияжи, мне это неинтересно. Но мне кажется, что вот сейчас вот эти вот доохромные сияшки, они как-то, ну, я не вижу, честно, девочек, которые даже как-то делают макияжи. Ну, макияжные видео я не смотрю, мне неинтересно. Ну, вот когда девочки, которые делают макияжи, и они еще показывают там влоги какие-то, косметические влоги про личную жизнь, мне это неинтересно, показывают какие-то покупки, я не вижу, чтобы они прям так сильно активно делали акцент на эти всякие дуохромы. Мне кажется, это как-то, ну, лично мое мнение вспыхнуло, все эти увлеклись, попользовались, но сейчас это уже осталось чисто для любителей, да, кто прям любит, тот пользуется. Кто как-то не любит, ну, мне оно надоело, честно, мне это уже неинтересно, мне уже это кажется каким-то детским садом. Именно вот какие дуохромы? Сейчас я вам скажу, вот такие вот дуохромы, это ариф лимитированная, вот такие, знаете, там что-то такое неоновое, то есть есть дуохромы, допустим, у меня есть дуохромы от Кика Милана, они очень красивая такая новогодняя коллекция, они такие темные, красиво так из одного цвета в другой мигрируют, не знаю, как сказать. Также есть красивый спаркл у меня от Ларте, потрясающий. Но я имею в виду вот такие вот спарклы, какими-то дикими цветами, которые переливаются с одного дикого цвета в другой, что-то такое неоновое, яркое, непонятное, вырвиглазное. Вот именно про такие оттенки я говорю, мне кажется, что это уже, ну, как-то, не знаю, прошлый век. Но это мне так кажется, потому что, да, вот эти вот какие-то красивые, такие благородные дуохромы, я считаю, что не актуально. Но вот эти вот такие, знаете, неоновые дикие расцветки, такие радужные, да, из зеленого в синий, что-то вот такое вот, сумасшествие какое-то, ну, мне кажется, это уже неактуально, что ли. Ну, это мне так кажется. Мне кажется, пришло время каких-то благородных, интересных, глубоких каких-то дохромов. Ну, это чисто мое такое мнение. Я, повторюсь, не макияжный блогер, я этим не интересуюсь, я просто как бы, ну, люблю косметику. Именно люблю. Те, кто говорят, я люблю косметику, и они всеядны, им что попало нормально, и Диор хорошо, и, не знаю, какая-то косметика Мистеис хорошо, и Локситан хорошо, и, я не знаю, там, за 22 рубля из Ашана, все, и у них там 200 палеток, и 300 карандашей. Это не любители косметики, это, я считаю, захламлятели, потому что любители косметики, они именно как ценители еды, они выбирают, они пробуют вкусы, они выискивают, и, знаете, из сотки что-то одно, какую-то жемчужину. Вот это я для меня любитель косметики, когда вот он прям, знаете, смакует, выискивает, как-то расщеленяет это все. Это да. А когда все, тут человека смотришь, у него там просто 35 ящиков хлама, это не любитель косметики, это захламлятель. Вы простите меня, кто так не считает, но я так считаю. Это просто человек, который коллекционирует хлам, потому что всего из рукодности все выходит из трендов и так далее, поэтому Гломиверс, это у нас в оттеночке на два сетстори. Вот такие вот дохромы, яркие, непонятные, неоновые, для меня не актуально. И самое важное, эта палетка, она на моих глазах скатывается, как тени корейские. Почему-то корейские тени на моих глазах скатываются. Обычные тени у меня на глазах не скатываются, то есть у меня нет таких проблем, что у меня там жирная века, и оно у меня как-то... У меня косметика как прибитая держится. То есть у меня тени не скатываются, но эти скатываются, и корейские скатываются, поэтому ну как бы... По всем параметрам я не вижу смысла им пользоваться. Также вот рад, но вот зачем? Зачем я ее купила? Купила же опять из-за вот этого оттеночка вот такого красивого матового и вот этого дохрома. Но я им буду пользоваться. Вот эта вот тема, понимаете? Вот о каких дохромах я говорю, которые кажутся мне неактуальными уже сейчас в наших реалиях. Вот такие вот какие-то цвета разноцветные. Ну, мне кажется, нет. Такое что такое. И я им тоже пользоваться не буду, и оно мне не надо. Короче, зачем? Вот зачем? Я уже как-то вот это все дело с дохромами расхламила в свое время. Все вот эти вот разноцветные радужные сияшки повыбрасывала, потом перестала их покупать. И что-то вот, видите, все равно как-то что-то у меня затесалось, не знаю, по старой памяти или что. Но в итоге это нет, это мне не пошло. Ну, не то. Это, знаете, ну, не то. Короче, расхламляем. Так, из теней все. Из карандашей у меня под расхламление попало только карандаш от Essence на данный момент. 02 Chrome Affinity. Это Meta Glow. Такой на самом деле тоже дохромный карандаш. Ну, вы видите, да? Он твердоватый, он светлый, его просто тупо не видно. Его можно максимум там на нижнее веко как-то нанести со всей дури. И понятно, что это ты царапаешь себе нижнее веко. Его еле-еле видно. Короче, это просто твердый, невидный карандаш на веке такого вот цвета. Дальше. Дальше у меня просто продукты для губ. На самом деле, почему? Потому что я стараюсь стараюсь не расхламляться, стараюсь мне покупать хлам, наверное. Но иногда покупаю. И ничего с этим не поделаешь. Главное признать, что ты купил хлам. Признать, что ты в чем-то ошибся. Признать, что ты промахнулся с цветом. Признать, что, может, тебе не понравилась текстура, не идет или еще что-то. Признать, например, что не только ты эссенс, да, там, расхламляешь, но и расхламляешь, например, стендаль. Потому что, ну, ты никак с этой помадой. Это стендаль, оттеночек 104, Павод Дуриент. Очень уважаю косметику стендаль за эстетику. Мне кажется, это один из самых красивых, самых эстетичных брендов. У них такие красивые упаковки. Но эта помада, это просто провал. Она матовая. Зачем я вообще матовую помаду купила? Опять же, мне кажется, это уже прошлый век матовая помада. Ну, да. Она, конечно, когда вы ее нанесете на губах, она смотрится красиво. Но мне кажется, вы сейчас видите, ну, она просто сухая, она камень. Ну, невозможно нанести помаду на губы. Где это видно, чтобы я не смогла нанести помаду на губы. Это вообще как? Я ее пытаюсь нанести, у меня получается косо-криво. С одной стороны что-то торчит, где-то недокрашено, где-то кусок. И цвет. И цвет, я думала, что это будет что-то розное. На самом деле, это оттенок какого-то кирпичного красного. Привет, Советский Союз. Красные флажочки, короче. Ужасная сухая помада, которую невозможно нанести и не актуальный цвет, на мой взгляд. Поэтому я от нее избавляюсь. Ну, не могу я и краситься, и не хочу, и не буду, и вообще. Зачем оно мне надо? Следующее. Прежде чем перейти к эссенс, давайте перейдем к блеску от Ариф. Такой вот блеск, я не помню, а, 0,2 оттенок. Такой вот блеск, он очень сильно пахнет химозными персиками. Очень сильно пахнет химозными персиками. Он прозрачный, ну, типа, с таким вот фиолетовым потоном, но на самом деле этого не видно, это просто прозрачный блеск, который очень пахнет химозными персиками. Я им пользоваться не буду, не вижу смысла для себя прозрачного блеска без цвета, который еще и вонючий. Поэтому выбрасываю и дальше у меня остался только эссенс. С чего начать? Нет, еще Кика. Кика оттенок 202 Glossy Dream. Это подарочная помада, то есть, когда-то была акция, на какую-то сумму покупаешь и выбери один из подарков. И, в общем-то, я выбрала то, что у меня там были там желтые тени, помада, которая у меня уже есть и вот такая помада. Я ее взяла, я ее пользовалась, на самом деле, тут что-то с самого начала, видите, с корпусом, она как-то не достается. Видно, что я пользовалась, но это просто не мой оттенок. На самом деле, помада такая, там блесточки, но особо блесточек на губах не видно, просто такая, как увлажняющая помада. Но это такой оранжевый цвет, это не мой цвет, не то, что бы я хотела на губах. И поэтому, ну, зачем вот я, у меня есть прекрасная помада от The Body Shop, от NYX, которая мне понравилась, я не знаю, от Kika, которая мне понравилась. Почему я лишний раз себя буду ограничивать, чтобы нанести помаду, которой я в восторге, чтобы нанести, от которой, ну, такое себе. Зачем? Лучше я всегда буду в восторге, правильно? Поэтому и я ее расхламляю. Дальше у меня помады от Essence. Meta Glow, такая вот помада. Я думала, что она будет, типа, как розовый цвет придавать, или что, ну, или как. Она вообще никак не тинтует, не увлажняет, не придает никакого оттенка. Также она очень липкая. То есть, может, на руке какое-то пятнышко, не знаю, если присмотреться будет, на губах у меня нет. У меня достаточно яркий пигмент своих губ. То есть, это липкое, что-то ты наносишь, елозишь, елозишь по губам, нет ухода, нет оттенка. Ну, и зачем оно такое надо? Пахнет дешевыми карамельками, ну, вот эти самыми дешевыми, рассасывающими нашими, советскими типами. Так, от Meta Glow, блеск. Такой вот блеск в оттенке. 01, киберспайс, это блеск, решила попробовать марку Эссенс. Смотрите, какой блеск. Ну, тут приступа на любителя. Надо вам такое или нет? Вам нужен? Это красиво, я ничего не скажу, но это так пошло и так старомодно, но чисто на мой взгляд, это ужас, ужасно на губах. Это вроде красиво, но это, мне кажется, было, может быть, актуально лет бы 10 назад. такой металлик розовый с миллионами блесточек. Так дешево смотрится, я просто не буду этим пользоваться, поэтому расслабляю. Дальше от Эссенс коллекция Hello Kitty помада. Красивый, кстати, корпус достаточно качественный, помада такая полубальзамная, в принципе, симпатична вроде, но не мой оттенок, она какая-то красноватая, то есть, не в розовый уходящий, а в какой-то такой красноватый оранжевый. Ну, какой смысл у себя ее держать, когда есть реально классные помады, понимаете, вот, ну, я не понимаю, вот это как даже тема с Project Pen, мне надо добить помаду, она мне не нравится по оттенку, я ее добиваю год, в то же время у меня есть там 20 классных, от которых я в восторге, но я добью то, что ненавижу, понимаете, смысл, давайте пользоваться за то, что приносит восторг, почему я, как бы, так сразу много расслабляла, у меня были некоторые вопросы к продуктам, ну, что-то я думала, как-то вот, как вам рассказать, потому что я, если рассказываю, я прям критикую, критически это все так прям подаю, но это так и есть, я не люблю смотреть блогеров, которые всеядны, которым все равно, что на себя намазать, все равно им и так хорошо, и это так хорошо, и черный цвет на губах, и бесцветный блеск, и вонючий, и не вонючий, им без разницы, что лишь бы это была косметика, я не всеядный человек, не то, чтобы я не хочу насмехаться над кем-то, но я не понимаю захламителей, я понимаю, кто активно делает макияжи, разноцветные, или какие-то там разные макияжи, а особенно я не понимаю захламителей, у которых всегда одинаковый макияж на глазах, на губах, они, не знаю, даже разные оттенки, умудряются как-то растушевать все в одно, зачем им 300 палеток, я не понимаю, для меня это секрет и загадка, поэтому, я не из тех людей, и тут блеск лоу-китти такой, вот, я хотела отдать его дочке, он прозрачный, ой, началось, короче, смотрите, но, он раскрылся, буквально его никто не трогал, его там 2-3 раза открывали, я хотела отдать его дочке, потому что, ну, как бы он прозрачный, не имеет оттенка, и там типа хеллоу-китти, и, вот, смотрите, что получилось, вот это вот внутри вся фигня высыпалась, это что вообще такое, то есть, ну, я, так он прозрачный, и пару там блестяшек на губах появляется, это что вообще такое, то есть, я 2 раза открыла, ну, не 2, максимум я раз 5 открыла этот блеск, да, где-то 5 или 6 раз, и все, и то есть, и он рассыпался у меня на глазах, я даже его дочке не могу отдать, ну, потому что он просто развалился, добавить нечего, далее, Essence, Shine Volume 107 оттенок, Extreme 107 Coral Glow, короче, это такой блеск давали в подарок за покупку, он какого-то ужасного дикого цвета, опять же, вот, такой красно-оранжевый, ну, вы видите, вот эти вот оттенки, которые я расхламляю, они абсолютно не мои, то есть, ну, я не хочу так краситься, и плюс, он ментоловый, он щипит губы, я такого вообще презираю, не понимаю, зачем это надо, и тоже, короче, спасибо, мне такой подарок не нужен, расхламляю, да, тут, как бы, я много попробовала от Essence, и, в принципе, вы видите, что с этим произошло, ну, как бы, я оставила себе хайлайтер еще, от Essence, и вроде бы все, и фанаты Essence мне что-то хотят сказать, может, за качество упаковки, или за уникальность продукта, я не знаю, я, может быть, еще попробую, может быть, да, я не хочу быть критичной, так же, как у меня не сложилась дружба с NYX в свое время, и я перестала пользоваться, я критиковала косметику, когда NYX не стала, я мужа там слезно просила, ну, я утрирую, конечно, ну, поедь, купи мне NYX, я хочу NYX, мне срочно нужен NYX, он привозит мне помаду, я крашусь, и такая, вау, это помада, которую я искала всю жизнь, где же ты, Леся, была, когда этот NYX продавался за 500 рублей в подружке, нет, тебе надо было, когда эта помада стоит почти 2000, и ты везешь ее за границы, вот тогда она тебе нужна, ну, понимаете, да, тут я смотрю на Essence, и понимаю, что все, что я попробовала, это был, ну, просто мусор, дешевый, мусорный хлам, но, возможно, я покупала не те продукты, возможно, я пробовала не то, что мне нужно, возможно, мне не нужны продукты для губ от Essence, мне нужно попробовать хайлайтеры и тени, возможно, так, поэтому я ни в коем случае не хочу никого оскорбить, не хочу никого обидеть, я просто рассказываю свое субъективное мнение, такое честное, знаете, наболевшее, ну, а иначе я не вижу смысла ведения канала, когда ты просто мямлишь, и тебе все нравится, так, пока что это все из расхламления, в плане декоративной косметики, еще хочу кинуть такую кисть, ПМЕ, но Боря попадала, сама кисть классная, на 4, но мне нравится то, что она двухсторонняя, это мне неудобно, напрягает, короче, поэтому я просто, ну, вообще кисть классная, просто вот, мне что-то не понравилось в чем-то, и все, далее у нас, боже, как у меня хрустят кости, так, уход, парапродуктов уходят, это делаю я крайне редко, потому что все-таки декоративка, это декоративка, то есть, если тебе не понравилась текстура, не понравился цвет, ты ее на попу не намажешь, в уходе как-то все проще, не так часто у меня уходит уход, но просто я не хочу, зачем я купила себе крем для рук лаванда свободы, я просто не хочу, ну, я просто даже не хочу его открывать, ну, не хочу, поэтому справляюсь, и масла, которые попадали из коробочки красоты, какой-то мама и малыш от Glambox, когда я покупала, я уже не помню, зетун, и вот такой вот, для беременных от Bioil, масла мы используем для массажа, они достаточно долго уходят, у нас третье масло, которое было в этой коробочке, ну, там, я не знаю, миллилитра три использовано всего, то есть им еще пользоваться, знаете, до конца года, еще в следующем году, поэтому это будет просто лежать, я не знаю, сколько отухнуть, занимать место, поэтому я тоже из него избавлюсь, и не факт, что, ну, чем-то хорошее, нужное мне, как для массажа, поэтому, да, вот такое вот у меня было жесткое расхламление, я прям воодушевилась, не хочу, чтобы у меня хлам занимал какое-то пространство, также не хочу много покупать, честно, такие свои планы, не хочу много покупать, чтобы потом это сразу кучей расхламлять, ну, и не скажу, что я вообще не хочу ничего купить, хочется, ну, просто хочется себя радовать, не то, что я там хочу, мне завтра нужен новый холлайтер, мне нужна помада, я просто хочу себя радовать, хочу пробовать новые продукты, ну, в меру, хотелось бы в идеале без расхламлений, но, мне кажется, без этого никак, если ты не всеядный коллекционер, захламитель, ну, так приходится, не хочу приспосабливаться ни к чему, и вам не советую, просто берите то, что вам нравится, и пользуйтесь, на этом все, всем пока-пока,